Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала, с вами Константин. И сегодня у нас первый взгляд на игру Assault World with the Sorted Online. Итак, это реально первая игра, которая вышла на ПК по вселенной САУ, чему я признаюсь очень рад. И это не просто игра по САУ, это смесь двух анимешных сериалов. Первый сериал, это, насколько я правильно прочитал, он называется Акусеру Вардо. Это японское название, анимешный сериал, который 2012 года, я его не смотрел, я чуть-чуть прочитал его в описании. И признаюсь, мне реально захотелось его посмотреть. Вселенная очень похожа на САУ, тоже виртуальный мир. Есть, соответственно, подросток, который в реальном мире один человек, в виртуальном мире совершенно другой. И там происходит своя завеска сюжета, о которой я толком вообще ничего не знаю. Так, в общих чертах, и я даже не буду об этом рассказывать, чтобы что-нибудь не соврать. Я рекомендую посмотреть сериал, наверное, самому себе. Потому что вы, наверное, сериал уже посмотрели, и сейчас напишите мне в комментариях, стоит его смотреть или нет. Хотя я, наверное, посмотрю его по-любому. Там всего вроде бы 24 серии, так что... А подобную тематику я очень люблю. Итак, по игре что можно сказать? Во-первых, очень радостно, что она сделана на движке Sword Earth Online Lost Song. Если вы ранее в нее не играли, потому что у вас не было никакой консоли, у вас теперь есть реальная возможность прикоснуться к данной игре. Игра реально неплоха. Я сейчас говорю непосредственно про Lost Song. Да, я знаю, что многие со мной не согласны, потому что Hollow Realization, говорят, было лучше, почему тебе нравился Lost Song, он же был никакой. Я вам скажу, что Lost Song для меня, это лично мое мнение, для меня он остался пока что лучшей игрой по вселенной SAO. Потому что там была эмуляция, хотя бы эмуляция реальных игроков, которые могли внезапно в мире на тебя напасть. Там была интересная прокачка. Там из одного заклинания превращалось в другое. Там была магия, да, я знаю, что это Ало, а там было SAO, но Ало мне нравится больше. И реально мир как-то был более живой. Да, там тоже не сказать, что игра не идеальна. Но из всех игр, которые играл по SAO, да, реально была здоровская. И здесь сделано все на том же движке, и даже управление, в принципе, все то же самое, что на самом деле здорово. По поводу управления. Вы мне часто задаете вопрос, когда я вам показываю какую-то новую игру, особенно когда я играл ее на ПК, говорят, как ты настроил геймпад, как у тебя получилось, где ты это сделал. Я никогда почти не настраиваю геймпад вообще. Потому что у меня геймпад Logitech F310. Самый простой из данной серии геймпадов, но он офигенский тем, что любая фактически игра распознает его без проблем. Вот какую бы игру я сейчас не запустил, которая требует, соответственно, более удобной игрой на геймпаде, геймпад, там автоматически настроен. И это здорово. Я рекомендую покупать непосредственно хороший геймпад, тогда никаких проблем не будет. Возьмете самый дешевый и какой-нибудь там странной фирмы, которая, ну, скажем так, не славится именно хорошими геймпадами, у вас всегда будут проблемы. У меня один такой геймпад валяется. Я помню, покупал его, не помню, для какой-то РПГшки, и я намучился с управлением. И просто его вот выбросил куда-то в угол, там бросил, и вот до сих пор он там вываляется где-то, если вообще не выкинул. А как только я приобрел себе от логететически, у меня все проблемы тут же просто испарились. Так что, как-то так. Итак, ну что, давайте начнем. Я в игру уже разочек заходил, просто чтобы посмотреть, что она нормально идет. Довольно странно, что игра залочена на 55 фпс, но я вам постараюсь показать это в 60 фпс. Сейчас, надеюсь, никаких проблем с монтажом не будет. Игра на английском языке. Сразу говорю, не ругайтесь за мой какой-то вольный перевод с английского на русский. Зачастую я просто буду смотреть диалоги, а потом буду рассказывать кратко, что сейчас произошло. Так что, как-то так. Итак, ну что, поехали. Да, он меня предупреждает, что у вас там уже есть какое-то сохранение, и вы сейчас, соответственно, его потеряете. Сохранили меня толком никакого, я там только с самого начала включил, чтобы посмотреть, что реально все функционирует, чтобы не было сюрпризов при записи. Итак, сложность легкая, нормальная и тяжелая. Конечно, давайте на нормальной. Я думаю, это всегда, в принципе, самый оптимал. Если вы сейчас ничего не видели, это значит, Ютуб по авторским правам у меня все грохнул. Но я постараюсь эту заставку вам показать, может быть, засуну ее в трейлер. Если вы в трейлере перед игрой увидели ее, то здесь, соответственно, дублировать я ее не буду. Что это за место? Это не похоже на тот самый мир. Я не вижу никакой карты. Может быть, это какой-то другой мир виртуальной реальности. Забавно, что он кричит Сенпай, а в субтитрах у нас непосредственно имя. Курайохиме. Курайохихиме. Курайохихиме. Ну, как-то так. Понятно, почему он крикнул Сенпай. А она ушла. Куда же она ушла? Я должен найти ее. Ну да. Сенпай! Ну, короче, как так. Да, даже музыка та же самая. Я вот уже узнаю эту музыку. У нас реально Lost Song реально та же самая игра. Итак, у нас Юи, Кирита и Асуна из вселенной Алла. Мама, папа, говорит, поторопись. Не волнуйся, Кирита, говорит, все успеем. Это, говорит, самое потрясающее время, которое мы проводим своей семьей. Сказали, что он там цветков. Я так полагаю, вот это вино, которое на Юи надет, это Кирита и там нарвал этих цветочков. О, и так нам снова, теперь нам дали управление. Итак, графончик похорошел со времен Lost Song'а, потому что прибавилось FPS и, ну, как бы не сказать, что графон вообще, как бы, графа идеальная. Но, по сравнению с Lost Song'ом, реально, как бы, уже это, нам рассказывают управление. Ну-ка, да. Реально, управление все то же самое. Так, хорошо. И у нас... А, у нас теперь две панели, немножко по-другому сделали вот эти панели. Ладно, с этим будем потом разбираться. О, тихо, стой, 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 стой. Я хотел просто ускориться. А как, а как ускоряться? А, во, слушай, я же помню, что было какое-то ускорение. Так, запускаем сюжетную часть. Кстати, теперь подбегаем и просто зажимаем определенную клавишу. Так, появились монстряки. Да, монстряки, кстати, реально тоже похожи из тех. Так, ну что, посмотрим, что умеем. Нормально это так. О, да, слушай, руки помнят, руки помнят. Так, пока как бы все... Единственное, что я вот с этими крыльями опять буду привыкать. Потому что... О, вы кто такие? Кто вы такие? Я вас не звал. Тихо, тихо. А, вот блок вижу. Так. А, у меня есть лечилка. У меня есть... Это что такое? О, какой-то... А, баф защиты, слушай, дал. Слушай, прикольно. Тихо, спокойно. О, нормально, есть еще приемчик с ускорением, можно жить. Ну да, нам рассказывают, что к чему, где наши жизни, манна, энергия и прочее. Так, кто еще где? Вон, на карте появились. Так, ну и, соответственно... Какими значками на радаре у нас обозначается сам игрок? Друг? Или, скажем так, накама? И враг. Ну, это понятное дело. Падает. В смысле? О! Обалдеть. Слушай, прикольно, можно менять персонажа, можно переключаться между персонажами прямо в реальном времени. Слушай, это прикольно, интересно. А много будет персонажей в подчинении одновременно, коими можно переключаться? Слушай, реально здорово. Здесь же есть магия, которую я так люблю. Так, это лечилка. Кстати, а с ним все равно подлечиться надо. Так, ну-ка ты. А ну-ка, отведай. Ну да, такого. Такие льдинки, льдинки, льдинки. Не. Ну, мне же бросим такую-то. Так, а че такое? А, пока маны не хватает, да? Какой-то мощный баф, что ли? Ладно. Ну-ка иди сюда. А, его уже кири-то там растерзал, пока я тут в управлении разбирался. Так. Двойной прыжок. Так, это у нас... А, все, я понял. Блин, опять вот это вот обратно немножко управление. Не знаю, может потом изменить надо будет. Так, ты, мышь! Иди отсюда. Ах, вышь! Головастики летающие. Так. А, вот есть ускорение. И на него, кстати, энергия расходуется. Так, а какие у меня... О, слушай. Слушай, как красиво. Красиво прием сделал. Ну ладно, в приемах я буду разбираться уже потом. Так, ну кто еще? Похоже, все, говорит. Ну что, устроим пикник? Ну да. И все в порядке? Да, я в порядке. Давайте, мама и папа, говорит, вперед. Ну ладно. Устроили пикник. Ну, короче, пока что безмятежная жизнь. Просто ничего такого не происходит. Хорошо. Ой, прошло автосохранение. Это было так весело. Я обожаю наши пикники. Я рад, что тебе понравилось. Потом еще раз повторим. Итак, что будем делать сейчас? Ну, что-то не совсем хочется возвращаться прямо сейчас. Сейчас, я думаю, может быть, стоит порыться в инвентаре. Разобрать, что добыли. Звучит неплохо. Что это за звук? Какое-то всплывающее окно, которое сигнализирует о тревоге. Ну, давайте, откройте его. Итак, давайте посмотрим. Мы информируем всех, кто сейчас в Альхейм Онлайн, по поводу... Какие-то непредвиденные обстоятельства и просят всех активных игроков тут же вывалиться в офлайн. Что? Серьезно? Но такого раньше никогда не было, Вала. Что-то как-то очень плохо звучит. Да ладно, говорит, не переживай ты. Кири, ты говоришь о том, что незачем беспокоиться. Ну, действительно, как бы умные люди же делают. Это же не САО. Тут уже никого не убивают внутри игры. Возможно, просто какое-то срочное обновление. Предупредили об опасности, что можно потерять всю свою прокачку, потерять все статы и, собственно говоря, все может быть либо потеряно, либо удалено. Так, а вот это уже реально как бы не шутки. Возможно, действительно что-то сломано и теперь в данный момент, похоже, пытаются починить. Как такое вообще возможно? Невозможно же удалить непосредственно персонажа. Они могут. Любой модератор ММО вправе изменить настройки игрока. Это примерно то же самое, как это было, но Кардинал Систем это отсылка к САУ. Ну, думаю, что особо не стоит беспокоиться. Наконец-то. Вам же предупредили, что лучше в оффлайн выходить. Юи говорит, действительно. Мама, папа говорит, я думаю, вам нужно выйти в оффлайн. Юи, с тобой все будет нормально? Не беспокойся, со мной будет все в порядке. Я всего лишь уйду в спящий режим слип-мода. И дождусь, пока вы снова зайдете. Но Юи и я. Хорошо, Юи, все нормально. Асана, давай выходим в оффлайн. Потом займемся инвентарем. Спасибо, мама и папа. Увидимся позже. Да, увидимся. Подожди, говорит Кирита. Кирита говорит, подожди. Ты уверен, что с Юей будет все в порядке? Конечно, уверен. Но я бы не хотел бросать ее одну. Тут что-то не так, давай пойдем последуем за ней. Последуем за ней? А, куда она пошла? Я не знаю. Но что-то здесь не то. Но явно она не пошла... Не стала засыпать. Пошла в слип-мод, а именно куда-то направилась. Ты прав. Куда же она пошла? Эээ, Нибельхейм. Да, была такая локация в Лотсонге. По-моему, одна из последних. Морозная локация, да, там. Провели много времени. Это еще... Что это за мир? Это разве не Нибельхейм? Да, я не помню никакой башни здесь до этого. Зачем Юи туда пошла? Не знаю. Ладно, давайте ускоримся, давайте посмотрим. Как обычно, вот... Блин, ладно. Я свои догадки, судя по заставке, я, в принципе, уже догадываюсь, что будет. Но не буду спойлерить. Потому что могу быть неправ. Но я думаю, что я прав. Так, ладно, смотрим. Посмотри. О, один из цветочков. Это... Действительно, я здесь была Юи. Давай поторопимся. Я чувствую, что-то недоброе. Подобрали цветок. Астана, остановись. О-о-о. Детский голос звучит. Такие крутые доспехи, а голос такой детский. Ты еще откуда вывалился? Ну, судя по всему, вывалилась. Астана, обойди ее. Я задержу. Я это слышал. Ты должна быть та самая цель. Я не знаю вообще о чем ты. Так, воу, 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 воу. Парень, парень. Дама, дама. Ты... Давай-ка не надо, а? Ты еще не знаешь, с кем дело имеешь. Слушай, жизни-то немного. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Так, тихо. Ну, давай, иди. На. Вот это рубанули. Вот это нормально. Тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Ну-ка, хотел подлечиться, не дает подлечиться. Твой уровень мастерства феноменален. Но ты не похож на синего рыцаря. Спасибо, конечно, но я вообще как бы напуган тем, что ты вообще тут несешь и кто ты. Астана, я иду. Подожди. Кто ты? Я знала, что я найду тебя здесь. Юи. Мама. Эй, ты, ну-ка, отвали от нее. Нет, мама, не надо. Держись от нее подальше, она очень опасна. Юи. Астана. 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 Э, одна из тех, кто выжил в суровом виртуальном... Ну, короче, это отсылка. Понятное дело, что она знает, что Астана была в САО и выжила там. этот день приближается когда твое проклятие настигнет себя кто-то такой что за черный аватар делает здесь и что есть вообще происходит можешь звать меня с персона вы был полуношная ведьма или полуночная помнишь это сказка фэйри помск как переводится персоновой был кто ж ты персоновой был ну пока персонаж неизвестный меня стою и я знал я знал что так произойдет юни ну почему ты не могла ничего нормально сказать асуники это нет надо одной припереться куда-то ненавижу когда я прав первый уровень завершён она говорит что у нее какие-то великие планы и что когда они будут завершены наступит какая-то божественная божественная полнолуние что ли или полнолуние богов как-то так я не могу открыть ты ну-ка открыла ворота открыла и сюда достала ее и обратно я не могу данный момент это не в моих силах что что тебе вообще нужно ты и какие как твои планы вообще связаны с ней я тебе сказала это начало божественного полнолуния божественного полнолуния для полнолуния богов до сих пор не знаю правильно на самом деле неважно кирита юи она ты пришел что ты здесь делаешь скажи мне персона вы был черный лотос ты тоже сюда притащился назвала его черным королем черный король это какая-то отсылка непосредственно его вселенной я так описание немножко читал я не буду сейчас пытаться теперь сказать потому что сам вообще плохо догоняю чем там идет речь так что не суть кстати напишите мне не помню говорил или нет по поводу анимешки вот это и вот кто смотрел стоит вообще посмотреть или нет что как ты смеешь как обычно все хотят поменять этот мир монстры монстр призвана призвала монстров и так данный момент я попрошу вас присоединиться со мной да 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 давайте уже сражаться вот уж я надо за него поиграть еще и так что ты умеешь прикольно слушай красивые прием чеки его это судя по всему прям какая-то ульта при такая серьезная так нам все это рассказывают как использовать особые приемы но принципе так уже понятно так блокировка та же самая у лавы лапнулись такая хочу за кирит и поиграть да бог так можно я за него давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай добьем 1 2 3 ну-ка на получи распишись довольно непривычно в этой игре наблюдать больше 30 фпс сейчас у меня показывает 57 58 но я надеюсь я реально не будет проблем с монтажем и смогу показать все 60 смотрим призывает и призывает их блин у него способности у нее способности я так полагаю черный лотус и это же девушка насколько я понял хотя по голосу не всегда понятно у меня в тушь мне тоже какая-то мега ульта вот разрядился так разрядился я рад что самого начала нормальный то хотя я чувствую что впоследствии у нас могут ее отобрать если реально будет какое-то небольшое обнуление статов это будет реально очень печально рад дроп послушай нам какая-то редкая катана упала теперь уведомление приходит хорошо живу что-то так хорошо тактика спокойно ты на свеча то сменная так это как так подожди 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 давайте цель выберем нормальную да подожди ты я хочу понять что это за атака меняемся а прикольно это атака после которой мы атака которая принудительно меняет персонажа но дает определенный бонус цель станется и можно тоже прикольно тактика нам просит еще раз это сделать летающий гол это ерунда а мне энергии не чтобы сейчас его заюзли хорошо все еще в башне кирита я не могу найти это дверь динамичный объект так что должен быть способ ее открыть кого кого она там вели призывает ты чё там делать персона мать честная да вот это поворот да ладно час уже сражаться с такой сумасшедший что это я не знаю реально гигантская какая-то монстрина что это такое она контролирует его возможно но такой силы такую силу нельзя считать нормальный ее сила сравнима с легендарным легендарный класс враг вражи вражеский легендарный класс я не знаю как правильно перейти легендарный класс и ними неважно в нашем мире ты считал сильнейшим что значит в вашем мире сейчас я напуган и предлагаю обсудить все позднее в данный момент предлагаю свалить свалить да давайте давайте свалим я не хочу с ней сражаться сейчас но и все еще внутри асана я я тоже хочу спасти юи но в данный момент да 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 правильно правильно кирита говорит что по данный момент надо отступать черный лотус прав в данный момент надо отступить кирита как ты можешь такое говорить мы не можем просто так бросить юи прости что сказала такое ты прав я ненавижу когда такое случается но в данный момент действительно нужно так двое ну-ка пошевеливаемся не волнуйся и обещаем мы вернемся за тобой персона вейбл я тебя уже ненавижу персона вейбл ну как то так хорошо такая небольшая завязка сюжет но в принципе ничего феноменального но пока интересно вот так вот объединили взяли два мира хорошо в углайн я почему-то не помню это этой локации это какая-то новая локация мы что вернулись в углайн нам удалось выбраться из не вельхейма он говорит о том что изменился дизайн локации то что ты говоришь меня пугает нам нужно найти место чтобы все обсудить ну да о черный лотус присоединился к нам хорошо итак нас информирует о том где искать какими значками будет обозначаться квесты нас есть побочные и есть соответственно основные я рад так а карта то у нас есть какая-нибудь о подожди команды предметы хорошо а вот и карта так а как-нибудь мы можем так квесты пока вообще никаких здесь нет так но зато примерно понятно куда двигаться вон радаре даже обозначать так мы можем среди всех персонажей переключаться да слушай реально среди всех у нас три персонажа мы можем между ними свободно переключаться такого не было в лост сонге и это признаюсь это круто ааа хорошо так ну ладно что погнали ну пока игра как бы ну показывать себе вполне не нормальный такой не знаю ну как обычно каждая игра по первое дает хорошую чем впечатление по сау и будем надеяться что такими же они останутся так здесь насколько телепорт должен быть о лизбет эй кирита асана лиз вы двое все еще не вышли в оффлайн с вами все в порядке это что за робот с вами вала ну это я понимаю что ты обескуражена этот аватар не самое лучшее что в этом мире есть а в смысле есть аватар другой аватару для этого мира человек как ты смело аватар это дуэльный аватар а точнее тот был дуэльный аватар это какой-то стандартный в этой форме в этой форме можете звать меня лотто а асана что случилось да алиса еще не знает что у нас как бы да наконец-то давайте вернемся в город и все там уже обсудим не волнуйтесь мы можем вернуться по помощи вот этой руны в которой открыт телепорт сейчас это единственный работающий телепорт что ты имеешь ввиду все остальные телепорты закрыты возможно это входит в планы персоны вейбол возможно персоны кто так реально давайте вернемся а после вы там все объясните итак блин прикольно так ну что давайте наверное на сегодня закончим честно признаюсь пока неплохо для первого взгляда более чем достаточно для игры которая вышла на пк тоже более чем достаточно пока неплохо я не хочу сейчас ставить никакой оценки игре потому что я не знаю что за задание в чем будет заключаться геймплей сколько еще будет персонажей и на самом деле вопросов много но как вы видите пока что игра на процессе процентов 80 80 даже процентов 90 похоже на lost song чему я признаюсь честно я рад если вам lost song не нравился то может эта игра понравится кто знает все давайте сегодня закончим я думаю мы игру все таки это еще по проходим спасибо всем кто меня смотрит обязательно поставьте палец вверх за потрясающие свортер онлайн который мы все так любим и чтобы на него выходили много 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 потрясающих игр которые было просто приятно играть когда-нибудь я мечтаю что выйдет реальное ммо с шлема виртуальной реальности под VR реально запилить я знаю что уже что то такое делают что уже испытывается это будет реально здорово и я пропаду из этого мира давайте всем спасибо всем пока 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 и и Субтитры подогнал «Симон»